Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Великорецкий Александр, это мой коллега Тоболько Николай. Мы являемся специалистами по развитию дилерской сети компании Bytec Machinery. Со многими из вас мы знакомы. Кто-то у нас впервые на лейбинаре. Да, я точно знаю, что кто-то у нас на лейбинаре впервые, потому что ко мне пришли. Ко мне тоже, да. Уважаемые коллеги, мы хотели поговорить о такой теме. Она на самом деле на экране. Зима близко. Мини-погрузчики использовать для... Использование мини-погрузчиков для расчистки территории зимой у некоторых клиентов, эксплуатантов вызывает споры. Некоторые считают, что нужно использовать более мощные машины, более мощный носитель. Мы считаем, что это не так. Дело все в подборе, в правильном подборе техники и навесного оборудования. Помимо ковша, которым, да, естественно, можно убирать снег, можно его куда-то загружать, на мини-погрузчике очень широко распространено использование отвала, как вы видите на картинке, поворотного с механическим, либо с гидравлическим поворотом. Шныка ротора. Снегометателя. Да, снегометателя. Причем на фотографии достаточно далеко метателя. Очень далеко метателя. Да, это к вопросу о том, что техника малоэффективна. Также можно использовать щетку, которая пылевая, как это еще называют, для снега и листьев. С бункером, без бункера. Опять же, с гидравлическим поворотом, с механическим поворотом, с разным диаметром щетиной. Ну, в принципе, вы это знаете, и у нас это все есть. Да. И не так распространено, но все же используется на мини-погрузчиках пескоразбрасывающих навесной, пидравлических, естественно. Плюсы мини-погрузчиков для уборки территории зимой очевидны. Это маневренность, это компактные размеры по сравнению с другой уборочной техникой. Это применяемость повсюду. То есть, выйдя на улицу, можно увидеть рынок везде. Это может быть торговый центр. Это может быть автозаправочная станция. Это может быть промышленная зона, где требуется точечная уборка. Это пьюлинговые компании, которые выбирают торговых центров, допустим. Все верно. Потому что не все готовы приобретать себе мини-погрузчика. Именно те торговые центры. Есть и тренинговые компании, которые заключают договор на обслуживание территории при торговом центре. Потому что мы нестоль недавно выполняли задачу, отзывали торговые центры и слушали часто ответы о пьюлинговых компаниях. Поэтому мотайте на ус, имейте ввиду, и давайте партнер поработаем в этом направлении. Вернемся ближе к нашей компании. В настоящее время, как написано на первом слайде, у нас практически вся линейка мини-погрузчиков БАО и ЛОКУТ либо находится на складе, либо прибудет туда в ближайшем неделе. Давайте посмотрим на технику более предметно. Ну, поговорим про наш замечательный бренд ЛОКУС, бортовые мини-погрузчики, производство Словакия. Итак, основным преимуществом, да, то есть их несколько, в нашем списке продуктов два бренда, бортовые мини-погрузчиков, но ЛОКУС имеет место быть, он популярен, он известен, на него отыщенные отзывы эксплуатанты. Поэтому поговорим опять же про ЛОКУС в кабинах. Одна из самых просторных классов, обзорных до 280 градусов круг, есть защита оператора, удобство управления, это поговорим чуть позже, да, то есть есть подлокотники, плюс здесь приведен отзыв эксплуатантов в мае месяце, в мае, да, мы проводили обзыв эксплуатантов мини-погрузчиков ЛОКУС, и часто слышали такие отзывы, как личная управляемость и суперобзор в кабине тепло, то есть это говорит о том, что зимой можно работать даже не в какой-то телогрейке, да, а сесть, работать удобно и заниматься делом, которое, соответственно, будет решать оператор. Также есть опция, это улучшенное сидение, обтянутый тканью, с функцией подогрева, но это уже на заводе, это отдельно, это можно предлагать, это опция включена в презентацию, которая есть в разделе фрайсе или презентации, обратите внимание, там несколько пунктов на эту тему. Управление. Так как в БАУ представлено управление типа ISO, здесь управление типа H, но опять же, да, есть эксплуатанты, которые к этому привыкли. Как вы выше сказали, есть поклонники видового и того типа управления, кому-то удобно вот так, а кому-то удобно, это уже зависит от эксплуатанта. Так точно, да. Соответственно, уверенное движение, плавная работа, как на основном оборудовании, так и движение с ним погрузчиком. Опять же, да, определенный отзыв эксплуатанта, удобная кабина, место оператора, хорошая обозреваемость, удобное чувствительное управление. Это важно, когда мы слышим от людей, которые работали не один год, а несколько, там, 5-7 лет, 10 лет, что техника хорошая, это имеет место быть, мы должны об этом говорить, мы должны отзывы показывать нашим клиентам. Вот же опять на канале и замечательно. Да, да, на сайте Locust Russia два отзыва местных локусов. На канале или везде? На канале и на сайте, и у ваших менеджеров. Заходите, смотрите, спрашивайте, отправляйте в клиентам. Почему? Потому что это показывает, что техника классная, техника нужна, техника выполняет свои задачи. И опять же, да, про особенности мини-погрузчиков, это высота выгрузки. Любой погрузчик-локус имеет высокий выгрузок и более трех метров. Самый минимальный 753-й, локус-коррес-753, имеет 3 метра, 25 метров, 25 метров, да, мы не считаем. 3,265 миллиметров. А это в среднем на 13% больше, чем у любого из конкурентов. Что немаловажно, действительно, потому что иногда как раз этих самых сантиметров и не хватает. Это важно как зимой, так и летом при уборке снега, либо погрузки сетучек и мертвых материалов. И самое мое любимое, одно из самых любимых, это трансмиссия мини-погрузчик-локус. Бренд-мейтер Артем, да, был отдельный вебинар, если не ошибаюсь, он детально об этом все рассказывал. Но, я не помню, говорил он о том, что есть отличия в локусах по трансмиссии, есть отличия. Есть шестеренная трансмиссия, есть гибридная трансмиссия. Это шестеренно-цепная. Шестеренная трансмиссия более надежная, долговечная, полученная ППД, позволяет возглавить более высокую скорость. Это в сравнении с цепной трансмиссией. И гибридная, она такая же замечательная, с такими же характеристиками, но там есть цепь. А на каких из погрузчиков это установлено, посмотрим чуть далее. И, соответственно, наполнение погрузчиков, это гидравлические радиально-пошневые моторы и контейнерные насосы. Это также в погрузчиках имеет место быть. Это качество, это известность, это ремонтопригодность. То есть сервис, сервисопригодность, которая на него ставится на погрузчик и локус. Это все есть. Не будем на этом детально останавливаться, потому что вы это знаете, но это необходимо было наполнено. Хотелось бы остановиться буквально минуту, что Rextrot, который сейчас применяется практически у любого производителя мини-погрузчика, может быть как американской сборки, так и китайской. А согласитесь, что это две большие разницы. Это когда мы слышим, что по лицензии. Да-да-да, Powered Bike. Ну да. Под управлением. Как говорил выше мой коллега Александр, на линии-погрузчика рыбаут, но именно посадочная плита стандарта Bob Tech. На локусе та же самая история, все стандартно, Bob Tech. Ранее была своя унифицированная плита, сейчас, ну давненько уже, да, от этого локуса. Когда они были у МЦ. У МЦ, да. Да, но многие об этом помнят, переживают о том, что навесное оборудование, которое у них есть в парке, которое они будут приобретать, якобы не туда идет. Поэтому здесь все стандартно, можно об этом и говорить. И опять же, да, работа зимой, это темное время суток, либо раннее утро, либо вечер, рано темнеет. Поэтому базовую комплектацию, на линии-погрузчика, ходит дорожный набор, да, то есть для перемещения по дорогам, при работе, там, на парковках, рядом с торговыми центром. Это промысловый маячок, номерной знак, пластина под него и его подсветка. И плюс, он имеет яркий оранжевый цвет, что является плюсом. Да, это очень бросается в глаза, даже не с точки зрения безопасности, это видно, это красиво, это реклама. Такое важный плюс, это удобство работы, да, то есть зеркала бокового обзора, скажем, именно на раме, а не на стреле. Я не скажу, что у большинства, но у некоторых остальных и высоких покручек боковые зеркала различны, собственно, на стреле. Когда оператор работает с выгрузкой максимальной высоты, да, или подъема внутреннего груза, то, соответственно, он не видит, что происходит далее. Здесь эта проблема решена, она отмечена. И самое важное, что необходимо сказать, прям, мне нравится, сам завод воендастовец говорит о том, что техника качественная, это гарантия. Хотя, производитель и непогрузчиков могут дать гарантию 24 месяца или 1800, может быть, 600, что-то нет. Это было застойно того, чтобы написать большими буквами. Так, ну, хотя бы она была в жизни, но гарантия есть, и об этом надо говорить клиенту. Есть гарантия, это же ваза, да, еще и какая. Немногие могут этим похвастаться. Сейчас отдельно поговорим про модели в наличии, либо в пути, про искусственные характеристики, за кем ваши внимания на это. Итак, 753-й, 903-й модели, у них идут двигатели Перкинс. Что касаемо 903-го, здесь двигатели ГЭС-турбины. Турбонадусы, это все стейдж-3, соответственно, 903-й будет чуть мощнее, чуть производительней, чуть выше скорость. Но самый основной же фактор – это грузоподъемы. Если сказать про двигатель Перкинс, это высокотехнологичный, известный продукт, известный двигатель. В целом, они начали свою историю, опять же, в 1920-й годах. В 1935-м году Перкинс, первый, кто поставили в шесть подряд мировых рекордов по скорости машин с дизельными двигателями. До их разработки еще не было дизельных двигателей с такой мощностью. Машины с другими дизельными двигателями не могли развить скорость, которую развили автомобили с двигателями Перкинс. Поэтому это важно, это тоже стоит обратить внимание. Здесь еще одно отличие, интересно, это трансмиссия. То есть мы с вами говорили про шестеренную, шестеренчатую и шестеренную цепную. На 753-м стоит шестеренная трансмиссия, на 903-м гибридная, шестеренцатую и цепную. Вот, пожалуй, самые как ясные отличия от этих двух. Хотелось бы остановиться на гидропотоке. Несмотря на скромные параметры погрузоподъемности по размерам данных моделей, гидропоток на всех мини-погрузчиках Локус, можно сказать, всегда хайфлок. Вы там не встретите 60 литров в минуту. Даже у небольшой 753-й модели, как вы можете увидеть, 78 литров. Этого достаточно, чтобы, как на картинке, весьма далеко снегоотбрасыватель ставить. Также, также, по грузоподъемности дальше? Да, то есть, про двигатели мы с вами поговорили. Это Перкинс, это Уникобритания, никакой лицензии есть. Все, сейчас козловодным. Высота подъема и грузоподъемность. То есть, у М-753 на форму 325 сантиметров, у 903-й 326. Но, опять же, мы проводили на нашем спаде грузоподъемности с мульчерами. Есть видео отдельное, заходите, смотрите, спрашивайте с менеджера Локус-Траша. Да, Локус-Траша. Соответственно, здесь на слайде представлены грузоподъемности 753 и 903-й. 753-й с заявленной грузоподъемностью 750 килограмм на высоту, заявленной при 325 сантиметров, поднялась 936-935 килограмм. Это примерно 20%. Плюс 20%. Это очень серьезный, серьезный результат для небольшой машины. И 903-й, опять же, да, с заявленной грузоподъемностью 900 килограмм поднял более 100. Практически 1100. 1100, да. Но, опять же, да, не забывайте про технику безопасности, когда говорить, что оно там с вашим клиентом. Да, это можно делать иногда, изредка, если нужно поднять какой-то, не знаю, вытащить какой-то груз, например, там, как обычно, это все упирается в палеты с плиткой или какой-то инертный материал очень большой. Да, да. До 20 километров в час. Давай, я вижу. Да, да. До 20 километров в час. Опять же, машина весит порядка 3,5 тонны. Ее толкалище с ее скоростью будет важна при уборке территории, при перевозе каких-либо грузов. Также она имеет очень интересный дизайн, который несколько отличается от стандартного кузнечика, ну, локус переводится как кузнечик, от стандартного кузнечика. Мне это нравится больше, на самом деле. Также обратите внимание на то, о чем мы говорили выше, это поток гидравлической жидкости, 108 литров в минуту, практически 110, то есть все мини-погрузчики это хайфлон. Ну, опять же, да, говорим здесь про дорожную фрезу, которая... Говорим про дорожную фрезу, говорим про любое навесное оборудование, которое будет работать легче. Ну, опять же, обзорность этого погрузчика, она тоже обзорность на высоте, просто... Ну, это космолет. Это космолет, таковым никак не сказать. Идем дальше. Да, дальше. Ну, и топ по динамическим характеристикам, это локус 11.03, в свою очередь, он имеет двигатели Кубота, японский, самый известный, надежный, распространенный, требуемый, все требуют Куботу. Кубота, пожалуйста, Кубота, это Япония, это история, более 100 лет производится данная техника. Машина с грузоподъемностью заявлены до 0,200, здесь я слайд уже не вставлял, грузоподъемности по высоте, понятно, что это все превосходит все заявленные технические характеристики. Машина, отличный сервис пригодности, отличная, удобная, просторная кабина, замечательная высота выгрузки, замечательная грузоподъемность, классный дизайн. Что тут еще добавить? Бобтэч, тут здесь все есть, есть гидропоток до 110 литров в минуту, опять же, любое навесное оборудование будет работать, будет убирать снег, барханы, снега, песка, всего остального, инертных материалов. Пожалуйста, объедите на вооружение, техника в пути, будет на складе в октябре. И масло положительных отзывов, начиная от глубоких технических, заканчивая тем, что я машину запустил, там все потекло, масло поменяли, я на ней поехал дальше. Кто как эксплуатирует, эта машина не подведет любого эксплуатанта. Пользуйтесь этим, запрашивайте отзывы у своих менеджеров, для клиентов, показывайте, привозите их на склад, потому что эта машина достойна того, чтобы на нее смотреть вживую. Ее надо видеть, ее надо трогать, нюхать, ну, прям, она достойна восхищения. Можно вернуться на несколько слайдов назад, я забыл сказать, нет, еще, да, вот. Обратите внимание, что, да, то есть шестереная и гибридная шестереная цепьная трансмиссия. Во втором случае при разрыве цепи гибридной трансмиссии, при разрыве цепи передние колеса смогут продолжить движение в аварийном режиме. Да, это очень важно. То есть, у нас подрузчик не встанет ковом на месте, а сможет доехать до станции сервис-массу, ну, условно, назовем это так. Поэтому это тоже важно, и об этом стоит говорить. Это немаловажное преимущество, потому что, если он, извините, станет колом, он не 700 килограмм весит, как небольшая малолитражка, его на тросе не дотащит. Это эвакуатор, это погрузка, это потеря времени, в первую очередь. Это времени и денег. Туда. Да, 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 да. На этом хотелось бы закончить. Мы с вами прощаемся. Желаю вам здоровья. Успехов. Обязательно. И, конечно же, хороших продаж. Спасибо всем, кто пришли. Ждем вас на следующих вебинарах. Да, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова